Сегодня эти трое встретились вновь, но уже в суде. Двое за стеклом проговаривают тактику защиты со своими адвокатами. Их обвиняют в грабеже. Третий, 49-летний ветеран полиции, здесь потерпевший. Со слов свидетелей, в июле, отдыхая на Красном Ключе, он разговорился с обвиняемыми. Собеседники оказались интересными. Купили водки, выпили за знакомство. Посиделка продолжилась прогулкой по лесу. И вот здесь новоявленных приятелей как подменили. Они потребовали у мужчины отдать им барсетку. Забрали оттуда телефон, ключи от машины и банковскую карту, пин-код от которой уже выбивали кулаками. Спортивный и крепкий мужчина от выпитого еле стоял на ногах, сопротивлялся недолго. Как следует из материалов уголовного дела, именно эта карта привела подозреваемых на скамью подсудимых. Снимая с неё деньги, 20 тысяч, они попали в объектив камеры видеонаблюдения. Потерпевший их опознал. Однако другие детали преступления для журналистов остались за закрытыми дверями судебного заседания. На этом настояла сторона защиты. Я подержу позицию и против, чтобы снимать. Суд ходатайство удовлетворил. Следующее слушание по этому делу состоится 2 октября. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Ведь ранее они уже были судимы. А преступление было совершено в составе группы лиц по предварительному сговору. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР.